Лилия Корчевская в больнице уже несколько дней. У нее сотрясение мозга и ушибы мягких тканей. По словам женщины, 24 августа она собиралась сфотографировать, что у магазина, в котором она работает администратором, навалены сухие ветки и принес их туда высокопоставленный полицейский, живущий в соседнем доме. Но в этот момент сотрудник органов внутренних дел начал оскорблять ее, а затем и напал на пенсионерку. Он меня сбил с ног, потому что как вихрь налетел на меня. Я упала, он выхватил этот фотоаппарат, бросил об трубы, разбил фотоаппарат. Наклонился надо мной, ну вот вы знаете, со скалом как тигра, и кричит на меня, что мата говорить, какие он на меня говорил. Он мне обзывал такую нецензурную браню. За 67 лет своей жизни я такого никогда ни от кого не слышала. Впрочем, существует и альтернативная версия. Полицейский пытался лишь отобрать фотоаппарат, а женщина упала, неосторожно оступившись. Но верят в нее немногие жители двора. Послан свидетелей, сотрудник ОВД является довольно скандальной личностью, а в тот день он вдобавок был пьян. Я видела, когда молодые люди, которые выносили вот эти ветки, там были казахи, молодые. Я не думаю, что это его сотрудники, скорее всего какие-то родственники. Вот они в ту сторону пошли, думаю, ну пошли за пузырем. И точно, я выхожу на ту сторону, он сидит в шортах таких, в майке, сидит там водку жрет, парни пиво наливают или что-то такое было. По словам сына пострадавшей, в полиции сначала не хотели брать заявление на своего же сотрудника, но затем все же сделали это, о чем свидетельствуют эти бумаги. Заявлений подано два. Одно в Старогородской отдел полиции, второе в Управление собственной безопасности Департамента внутренних дел области. Но, как считают родственники пострадавшие, дело пытаются спустить на тормозах. До сих пор никто не опрошен, мать не опрошена. Более того, в УСБ я называл несколько фамилий свидетелей, кто непосредственно увидел этот случай. Хорошо, я не всех назвал, не все карты выложил на стол. Почему-то эти люди потом отказались от своих показаний, сказали, пожалуйста, нас не вовлекайте в эту историю. Тем не менее, семья пострадавшей намерена довести дело до суда и добиться того, чтобы виновного в травмах, полученных пенсионеркой, наказали. Стоит отметить, что полицейские от каких-либо комментариев пока воздерживаются.